Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Сотрудники полиции проводят тщательную проверку по факту серьезного ДТП в Аскизском районе. Напомним, в результате аварии там погибло трое человек. В списке тех, кого не удалось спасти, есть и ребенок. Еще три человека были доставлены в больницу с тяжелейшими травмами. С места событий Алексей Баинов. Все произошло накануне около трех часов дня. На 63-м километре тракта Абакан-Ак-Давурак в лобовую сошлись Тойота и УАЗ. Водитель последнего смог выбраться из изскореженного автомобиля и пролежал на обочине до приезда медиков. Удар был такой силы, что от моторного отсека иномарки практически ничего не осталось. А внедорожник выбросило на обочину и он загорелся. Обратили внимание, значит, даже двигатель весь располагался. Температура очень большая. В результате загорания автомобиля произошел переход пожара на степь. Значит, вот выгорело здесь, наверное, около гектара. Первыми на место происшествия прибыли пожарные. Они установили, что в Тойоте ехали мужчина, женщина с малышом и две девушки. Годовалого ребенка тут же на попутной машине отправили в больницу, но довезти не успели. В дороге он скончался. Водителя иномарки зажала в салоне, поэтому извлечь его удалось только под контролем медиков. Многочисленные переломы и рваные раны. В таком состоянии его отправили в Аскизскую больницу. Это ваши знакомые, да? Это мой брат родной. У женщины, по-видимому, повреждения оказались внутренними, но тоже очень серьезными. Она умерла уже в больнице. Там же скончался водитель УАЗа. Но предварительно пока у УАЗа ехал с стороны Аскиза, его развернуло и выкинуло на обочину. А иномарка с стороны Абакана шла, с стороны Аскиза. Ну и ДТП присоснуло на встречной полосе и на осевой. И их машина развернула наоборот. Из шестерых пострадавших в живых остались водитель иномарки и две девушки, 14 и 18 лет. Одна из них в крайне тяжелом состоянии. Они сейчас находятся в Аскизской ЦРБ. По словам медиков, ставился вопрос о переводе мужчины в республиканскую больницу. Однако на данный момент он нетранспортабелен. Республиканская прокуратура провела проверку по факту драки в Туинской школе. Напомним, мы рассказывали о том, что в конце мая в Ширинском районе девочки-подростки избили семиклассницу и сняли все это на мобильный телефон. За время избиения девочка несколько раз теряла сознание. Остановила издевательство учительница физкультуры, которая проходила мимо. Однако надзорники в произошедшем винят и ее, ведь конфликт начался на уроке, а учитель не приняла никаких действий для того, чтобы его разрешить. Также прокуратура нашла нарушения в деятельности самой школы. Педагоги уделяли недостаточно внимания воспитанию трудных подростков, которые напали на девочку. Предписания получили и медики, не сообщили о поступлении к ним избитой школьницы, хотя обязаны были проинформировать силовиков о случае насилия и состоянии девочки. Сейчас пострадавшая до сих пор находится на лечении. У нее травма шейного отдела позвоночника. Расследование дела продолжается, и оно тоже идет под контролем прокуратуры. Жители нового дома в Белом Яре теперь смогут экономить на коммунальных платежах. Летом в райцентре сдадут в эксплуатацию первый в Хакасии энергосберегающий дом с солнечными батареями на крыше. Подробнее Олеся Калиниченко. С первого взгляда этот двухэтажный дом ничем не отличается от других, но разница есть и довольно существенная. Самое интересное находится на крыше. Здесь уже установлены крепления для солнечных коллекторов. Это длинные стеклянные трубы с нагревательными элементами внутри. Трубки эффективно поглощают солнечное тепло, а полученная бесплатная энергия будет нагревать воду в доме. Данная трубка имеет площадь поверхности нагрева порядка 0,6 метров квадратных и обеспечивает нагрев порядка 90 литров воды. На крыше установлено 6 коллекторов, в каждом из которых 30 таких трубок. То есть, грубо говоря, одна панель из шести может обеспечить до 300 литров нагрева горячей воды в сутки. Когда монтаж гелиосистемы будет завершен, площадь крыши позволит нагревать до 2 тонн воды в сутки. Два резервуара для горячей воды устанавливают в подвале дома. Подрядчиками просчитано, что наибольшая солнечная активность в Хакасии длится с апреля по октябрь. Поздней осенью и зимой только солнечного света для подогрева воды хватать не будет. Поэтому для подстраховки в баке вмонтированы электротены. Сэкономить на отоплении позволит тепловой узел. Система работает просто. Датчики фиксируют температуру воздуха на улице. Если за окном теплеет, батареи в квартирах остывают. Становится холоднее, нагреваются. Здесь затраты составили чуть менее 3 миллионов. Оборудование все-таки не дешевое. Честно признаемся, да. Но тем не менее мы со стороны правительства республики постараемся оказать содействие, насколько это можно. То есть, как я говорил в начале, в 2012 году мы получили субсидию и часть денег направили на этот дом. Именно на энергосберегающее оборудование. То есть, если другие муниципалитеты захотят реализовать такие проекты у себя на территории, мы окажем им поддержку. Сделать этот дом энергосберегающим помогла республиканская целевая программа, разработанная до 2020 года. Принять в ней участие на условиях софинансирования может любой населенный пункт Хакасии. В целом, расходы на коммунальные услуги должны сократиться на 30%. Вы в курсе, что у вас дом по новым технологиям будет отапливаться? Мы-то в курсе, но мы не ощущаем, что это как было. Все прелести энергосберегающего дома местные жители почувствуют в новом отопительном сезоне. Самое главное, чтобы солнечных дней в году было как можно больше. Пока жителям экспериментального энергосберегающего дома приходится обходиться без горячей воды. Ее подачу прекратили сразу после завершения отопительного сезона. Помыться с комфортом можно будет после подключения современной гелиосистемы. Ее монтаж подрядчик обещает завершить через месяц. То есть примерно с середины июля горячую воду в этом доме будет подогревать исключительно солнечная энергия. Бесплатная. Олеся Клинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Сегодня авария на перекрестке улиц Чертыгашево-Вяткино буквально парализовала автомобильное движение в центре Абакана. Столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ 14-й модели. Toyota поворачивалась с Чертыгашево на Вяткино. Жигули двигались по Чертыгашево в остречном направлении. Сотрудники ГАИ пока не установили виновного, а водители утверждают, что оба двигались на разрешающий сигнал светофора. В аварии пострадала пассажирка Toyota. Она с порезом руки и сотрясением мозга доставлена в больницу. Пострадавшим, наверное, можно отнести и сотни автомобилистов, которые из-за ДТП целый час двигались с Черепашьей скоростью по улицам Вяткино и Чертыгашево, а также по проспекту Ленина. Колонна машин растянулась на три квартала. В Хакасии уникальное место с точки зрения археологии. Это еще раз доказали сотрудники заповедника Хакасский. На днях они вернулись из экспедиции. Результат оказался ошеломляющим. Специалисты заповедника совместно с представителями Хакасского госуниверситета побывали на горе Уйтак. Там они обнаружили древние окаменелости, происхождение которых относится ко временам Палеозойской эры, когда на земле еще не было даже динозавров. Несколько камней песчаника откололись от горного массива Уйтак в результате выветривания. Это были бы обычные камни, если бы не следы древних деревьев, которые отпечатались 400 миллионов лет назад. Как считают специалисты, стволы и ветки были надежно укрыты от доступа кислорода, поэтому так хорошо сохранились. По предварительным заключениям, на камнях отпечатались следы нескольких видов ископаемых растений. Один из них удалось идентифицировать. Когда мы стали все-таки исследовать, что же это за растения, и какие там отпечатки находятся, отпечатки каких растений конкретно там изображены, то пришли к выводу, что, возможно, это липидодендроны, имеющие отношение к плавновидным. Сегодня Всемирный день донора. Около ста человек пришли сдать кровь. И это в два раза выше, чем обычно обслуживает Республиканская станция переливания крови. Причем почти половина из пришедших – это почетные доноры России. С ними встретился Виктор Лушников. Доноры – это хронически здоровые люди. Строгая медкомиссия ограничивает число претендентов. И только по результатам анализов их заносят в картотеку Республиканской станции переливания крови. Сейчас в базе данных около 7 тысяч доноров. Примерно четверть – это почетные доноры России. Те, кто сдавали кровь, больше 40 раз. Много кому давал кровь. Кто вот попросит на работе или где, я сразу соглашаюсь и еду сдавать кровь. Без никаких проблем. На работе тоже сразу отпускают. Просто знаю, что людям нужна кровь, поэтому сдаю все время. Я с 2002 года почетный донор уже. Во Всемирный день донора посетителей на станции переливания крови вдвое больше, чем в обычный день. Но эта кровь и плазма не будет лишней. Пластиковые пакеты заморозят и передадут в больницы для тех пациентов, кому необходимо переливание. Донор – это в переводе с латистыни дарящий. То есть это люди, которые дарят частицу себя. Они даже зачастую не знают, кому это понадобится, когда перельется их кровь. Но они дарят частицу себя пациентам, рецепиентам. И тем самым дают жизнь. Несмотря на то, что сейчас в России узаконена платная кроводача, в Хакасии это пока не практикуется. Все доноры безвозмездные. Получают взамен два дня отгула на работе и продовольственный паек. И, разумеется, самое главное – благодарность спасенных людей. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Эфир телеканала «Россия-24» продолжит прогноз погоды и наша постоянная рубрика «Интервью». Сегодня у нас в гостях психолог Сергей Акимов. В нашей студии мы говорили о том, как отучить ребенка проводить за компьютером слишком много времени. У меня на этом все. Берегите себя.